МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревожная кнопка нажата. В эфире ОНТ выпуск криминальных новостей и резонансных происшествий. В студии Сергей Лопаницын. Здравствуйте. И сегодня покажем. Опасный маршрут. Под угрозой ножа заводил его автомобилем. А также ночное рандеву в ломбарде. Аферисты и до елок добрались. Кто остался без праздника? И почему белорусские таможенники не играют в игры? Неожиданный поворот. В Гомеле таксист высадил пассажира в конце маршрута и попрощался с машиной. После высадки пассажира к водителю подошел незнакомец. Под угрозой ножа заводил его автомобилем и уехал. На розыск преступника оперативно были ориентированы милицейские наряды. Угонщикам оказался 38-летний мужчина с богатой криминальной биографией. Но и в этот раз от ответственности уехать не удалось. Плюс авария в одном из дворов и побег с места ДТП. Но... Сотрудники ОМОНа направились по месту проживания его матери. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело за угон с угрозой применения насилия. Не только в чужую машину на этой неделе влезли, но и в ломбард. Однако вот незадача. Воришка остался ни с чем. Дверь ломбарда 18-летний парень вскроет отверткой. Хотел быстрого и большого капитала, но... Денежных средств на видных местах не было, а все сейфы закрыты. Молодой человек забрал лежащий в помещении мобильный телефон, который в последующем продал на одной из торговых площадок в интернете. 850 рублей в кармане и уголовное дело в придачу. Задержан, похищенное, изъято. Тревожная кнопка есть у каждого. Сообщайте нам о происшествиях. Присылайте фото и видео. Единый номер для всех мессенджеров. Плюс 37529-6972-102. Мошенники используют любую возможность, чтобы обмануть вас. Новый год не исключение. Кто остался без праздника? Четверо минчан хотели купить елку, но стали жертвами развода. Одна из заявительниц пояснила, что увидела в социальной сети рекламу о продаже елок. Цена женщину устроила, и она связалась с продавцом, который попросил перечислить предоплату в размере 170 рублей. И деньги испарились, и продавец вслед за ними. Угрозы иск устанавливает личность, а за мошенничество возбуждено уголовное дело. Предварительно в карманы елочных аферистов улетело 500 доверчивых рублей. Милиция предостерегает. Не соглашайтесь на подозрительные онлайн-предложения о покупке товаров по слишком низкой цене. Не перечисляйте денежные средства неизвестным до получения товара. Ну и старые схемы не забыты. Телефонные аферисты не теряют надежды обобрать всех белорусских пенсионеров. Пенсионеры против. Столичные оперативники получат информацию на проводе. У мошенников висит пенсионерка и слушает байку о дочери, попавшей в ДТП. Они от меня хотят 70 тысяч белорусских. Сотрудники задержат курьеров на подходе к жертве. Ой, спасибо, что вы меня предупредили. Предложение о непыльной работе двое молодых парней найдут в соцсетях. Предлагают съездить за взяткой. Мы берем взятку, едем на адрес, куда говорят мошенники. Мы закидываем туда деньги, берем свой процент. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Лица, выполняющие роль курьеров, наравне с другими участниками преступных схем отвечают по закону. А также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного потерпевшим. С белорусскими таможенниками бесполезно даже начинать игры вне закона. Но очередной польский перевозчик попытался. Пункт пропуска берестовица Фурыз Польши. Попытается пересечь границу по документам внутри детский конструктор. Все совпадает, кроме количества наборов. 700 коробок на сумму больше 145 тысяч рублей оказались лишними. Итог логичен штраф до 30% от стоимости незадекларированного товара.